Давайте вернёмся к нашей гусарской балладе, к нашей Жанне. Давайте сейчас посмотрим на то, как вы живёте. Хочу показать просто быт Жанны. Александр, вы всё знаете, хозяйки не ссорятся, две хозяйки на одной кухне? Это вот они готовят борщ. Такое совместное творчество на кухне, то, что мы снимали. Вот Жанна пробует, очень ей понравилось, судя по всему. Да, действительно, две хозяйки на кухне. Я такое видел в первый раз, честно говоря. Но всё-таки вот вопрос, супруги Вер, вам кто нравится больше, Жора прошлый или Жанна нынешняя? Жанна нынешняя, она мне помощница, она мне подруга. И у нас даже дух соперничества какой-то женский, чисто уже существует, мы уже... А если вдруг... Ну, я всё-таки хочу спросить подругу. Я понимаю, что Жанна уже в том возрасте, который многие называют бальзаковским, да, у женщины. Но, тем не менее, она, там, жениха не ищет тебе? Обычно женщины забираются, обсуждают мужчин. Обсуждаем. Секунд. Ну, почему? Она стала женщиной, она хочет себя реализовать как женщина. Она ещё мечтает... Почему она не может мечтать о мужчине? Если вдруг, вот, Жанна встретит мужчину, и как вы будете тогда жить со своей женой бывшей и снова мужчиной? Вы, наверное, прослушали, что Вера сказала, что мы сейчас как сёстры, мы родственные души. Почему-то здесь в зале многие в первую очередь обращают на физическое тело, а не на внутренний мир человека, на его душу. Почему наше общество может простить убийцу, вора, но почему наше общество так непримиримо к другим людям? Да, они другие. Почему мы не можем это просто... Почему, как вы думаете? Замечательная, любая женщина божественна, любой мужчина... Вы же вас перебить, одну секунду, извините. Вот здесь прекрасные женщины говорили о том, что было какое-то предательство детей, семьи, понимаете, это очень вот мне странно слышать. Вот дело в том, что вот вы живёте своей жизнью, да, вам хочется в этой жизни получать удовольствия какие-то, да. Да, знаете, и вы себе в них не отказываете. Так почему эта прекрасная женщина должна, промучившись 50 лет, мучиться дальше? Вот вы мне расскажите, почему? Почему? А вы думаете, она шутит? Вы думаете, врачи шутят? Вы думаете, что все шутят, да? Здесь весёлая тема такая. Прежде чем кого-то судить, нужно прожить его жизнь, понимаете? Нужно попытаться понять, понимаете? Вы там что-то говорили про религию. Да дело в том, что вы сами грешите, когда осуждаете, понимаете? Вы говорите это на своём опыте. Да, я говорю на своём опыте. Джульетта, певица-трансексуал, это я. Я родилась женской душой. Но меня называли не моим именем, меня одевали не в мои одежды. Меня заставляли, вынуждали делать какие-то поступки, которые мне не свойственны, понимаете? И слава Богу, что есть врачи, прекрасные люди, которые в конечном итоге могут исправить эту ошибку. И ещё маленький момент. Если вы не верите в ошибку природы, да, вот если вы в неё просто не верите, да, скажите, пожалуйста, а вот сиамские близнецы, рождающие на свет, это не ошибка природы по-вашему? Почему им можно делать операцию, и вы понимаете их, но только начинается речь о трансексуалах, значит, это вот блажь какая-то, да, и сплошной грех предательства. Вы осознавали, насколько вот эта людская молва, это ханжество, абсолютные заблуждения людские, групповые, повлияют на вас, и они будут давить вас. Вы это понимали? Я поняла ваш вопрос, я к этому готова была, и я часто слышу и вижу насмешки или какие-то оскорбления в свой адрес. Но вы знаете, пройдя такой путь, я пережила две клинических смерти. У меня была вторая клиническая смерть, операция на открытом сердце два года назад. И после всего этого я, у меня поменялось мировоззрение, я стала более терпимой, более толерантной. Я научилась уважать чужое мнение, я осознаю, что мы все люди разные, нас Бог создал всех разными, но мы взаимосвязаны какими-то ниточками. Поэтому я умею прощать людям. Я понимаю, что люди, которые сейчас что-то говорят, для них это неизвестность, непонимание. Если бы я попросил выделить что-то самое главное, что изменилось в вашем супруге, после того, как он сделал операцию по изменению пола, что бы это было? Более добрая стала, сентиментальная, плаксивая и такая утонченная. Нормальная женщина. Нормальная женщина. Точно. Ранимая. То есть, Жанна, вы чувствуете себя более счастливой, будучи женщиной? Да, да, да. Вы знаете, это такое ощущение, что когда мне сделали операцию, я ощутила, что вот я с этим жила уже всю жизнь. То есть я приобрела гармонию и тела, и души. И души, и тела. А что Жанна не может простить Жоре? Только невнимание к Верочке и непонимание, вот как женщинам тяжело. Все-таки на них больше нагрузка более большая на женщинах лежит. Это и домашний очаг, и семья, и работа в последнее время. Очень женщины несут на себе этот крест, как говорится. Поэтому я, как Жора, я немножко не понимал. Я понимал, что я там зарабатываю деньги, я кормилец семьи, и я принес эти деньги, и дальше хоть трава не расти. А сейчас уже немножко другое мировосприятие, более... Вы знаете, у меня мир засветился другими красками, более яркими, более красивыми. Ну, наверняка вас врачи же предупреждали, что какие-то могут быть последствия быть у операции, и что люди, которые изменили пол, они живут меньше. Это не смутило? При правильной гормональной терапии транссексуалы живут такой же нормальной, полноценной жизнью, и столько же, ни меньше, ни больше, чем обычные люди. Если, конечно, кирпич на голову не упадет. А то, что предупреждали, ну, конечно, это сложный этап, вы понимаете, это очень тяжело. Пятичасовая операция. Бывает и сложнее. Это, конечно, нагрузка очень сильная на организм, гормональные лекарства и прочее. Ну, а все-таки вот сейчас в каком теле жить легче? Ну, я себя чувствую полноценной женщиной, я счастлива, и это прекрасно просто. Ну, а сейчас жизнь труднее, все-таки женская. Да. Я извиняюсь, Андрюша, я хотел бы вам и в вашем лице зрителям канала подарить частичку своего сердца, и чтобы сердца зрителей всех людей были такими же мягкими, добрыми и нежными, как вот это сердечко. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что если мужчины попытаются смотреть на мир глазами женщин, а женщины попытаются смотреть на мир глазами мужчин, то нам, безусловно, станет легче существовать друг с другом, понимать и любить. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Это была программа «Пусть говорят». Дорогите себя друг друга. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...